слава украине привет всем от полонского есть такая замечательная вещь называется жабагадюкинг и вот когда видишь такие вещи то душа не может не радоваться да и так вот есть целая плеяда пропагандистов выходцев из украины это пропагандисты это просто изменники и предатели перебежчики и так далее как там еще назвать которые проживают на москве и пачкают там эфир хотя можно ли запачкать эфир в нтв или того соловиного помета можно ли испачкать грязь но смотря чем иногда можно да так вот о чем я дури смотрите в своем желании угодить пуклеру наши бывшие сограждане я имею ввиду там царев витязева вот это господи садится вот этот вот ладно не буду говорить и прочая недостойная публика так вот пытаясь угодить пуклеру они другой раз начинают очень полезную для нас вещь как это ни странно они начинают шмырить тех расистов которые им перебежчикам кажется недостаточно патриотичными в отношении в отношении с царя их их него там да в общем то ситуация когда залетные вот такие вот профурсеты типа витязева и компании пытаются быть праведнее папы римского она она не новая да и очень часто действительно люди из скажем так угнет меньших наций угнетаемых наций и так далее так далее становятся сторонниками от больших больших наций да еще больше гнобят собственную нацию чем вот чем те кто ее гнобили до этого да вот чего-то стоит только вспомнить тарквимаду да правильно она вызвала тарквимада да был такой товарищ в 15 до 15 веке в испании жил он был евреем да но вот он устроил большую высылку евреев из испании вот так вот он был выкрестом призна соответственно принял христианство и вот то потом сгноил всех евреев отправив их в африку в северную африку это был 1000 если я не ошибаюсь 495 год вот то есть он пытался быть еще праведнее чем все католики у него получилось и вот эти вот товарищи которые сбежали на россию они вот пользуясь примером тарквимады таких примеров очень много они пытаются быть праведнее по самого пункт лера и начинают гнобить расистов которые тоже расисты но с их точки зрения недо расистенные вот тоже витязева загнобила этого военного преступника был такой муж по кличке мурс загнобила его до того что он значит в том числе из-за нее там был целый ряд причин но в том числе из-за нее покончил жизнь самоубийством вот вот видите как то есть как бы сказать так бы нашему гуру пришлось бы прикладывать какие-то усилия где-то кого-то нанимать что-то делать с тем чтобы когда целик произвести произвести то что можно было бы произвести а в данной ситуации какая-то перебежица которая изменится и такая же точно монтиан там есть да вот много таких вот она она сделала все как говорится качественнее и даже лучше и без совершенно лучше гура их совершенно бесплатно представляете какая красота вот кстати за сейчас ее уже два месяца не пускают в эфиры видимо перестаралась немножечко да вот то есть вот это публика как вам сказать они же пони они тонко понимают что и и их там тоже не верит им там тоже не верят построить и соловьев ни разу не два и не три по всей этой вот тусовки сбежавших туда это не украинцы это хохлы да вот именно они это хохлы вот сбежавших хохло потому что они к украинцам не иметь никакого отношения вот они он по ним прошелся потому что они кстати он сам кто он тоже уже самый русский никто же не сомневался конечно самый русский то же самое такое такая же витязь вот чтоб далеко не ходить и он по ним прошелся ну короче говоря там такой знаете жабагадюкин красивый когда они начинают те на него эти на этих все друг друга ненавидят все друг друга пытаются укусить ядовитыми или там нечищенными зубами изгноить друг друга ну короче говоря единственное что могу сказать в этой ситуации успехов сторонам